всем привет сегодня я покажу вам как я собираю котенка то есть все детали у меня уже готовы именно процесс сборки мордочку я уже оформила на мордочку есть видео даже 2 поэтому тут уже показывать рассказывать не буду здесь я не делала дополнительную деталь подбородок мне так больше нравится конкретно в этом котенке и так сборка я начинаю обычно с хвостиком так как по нему потом будет проще ориентироваться если посмотреть туда тут одна прямая линия идет до жопки так скажем и здесь по спинке также между линиями убавок идет вот тут до где мы закрывали да или стягивали 9 петель хвостик я пришиваю вот над примерно на сантиметр выше чем у тебя вот это отверстие которое мы стягивали в самом конце вязания то есть тут практически анатомическая жопка получается то есть вот так вот хвостик выглядит можно чуть повыше ну ну примерно так в любом случае потому что мы будем пришивать матрасным швом и этот хвостик у нас все равно подтянется повыше и по кругу до пришьем иголочки некоторые попадаются довольно тупые приходится искать другие так высоко так лучше приколоть со всех сторон чтобы точнее да вместо положения зафиксировать надежнее и потом уже пришивать сейчас я посмотрю еще со всех сторон подходит ли мне этот вариант ровно ли у меня все вроде бы да так будем сейчас пришивать у меня здесь довольно коротенький хвостик остался я сейчас его сразу же протянул и соединю вот с этим это у меня как раз то что осталось от стягивание тело сейчас на это спрячем сразу и я новой нитью такой же беленькой пришью хвостик вообще лучше оставлять сразу длинные хвостики но у меня тут две нити вместе соединены и одна из них мне ее хватило буквально тютерка в тютерку то есть не было возможности оставлять длинные концы поэтому ничего страшного белое на белом видно не будет можно и другой ниточки пришить где-нибудь сбоку заходим между петельками ходим тут ближе к хвостику это у нас был прямой эфир мы с вами пообщались а так придется мне разговаривать самой собой как-то так будет проще потому что обычно я либо слушаю музыку либо смотрю фильмы сериалы под оформление под вязание да так как я обещала вам снять видео я надеюсь что уже все знают что такое матрасный шов или потайной или трикотажный до для в петлю как он называется то есть мы захватываем таким образом петельку выскочила вот так вот часть то есть тут не суть даже важного но этого видно не будет все смотреться аккуратно здесь можно целую захватить пример таким вот образом получается что у нас не видно нашего шва все фирма делаем несколько узелков и прячем внутрь тела прям наши кончики то есть всегда входим и вводим и выводим иглу в одном и том же месте и тогда у нас не будет видно никаких узлов и все будет надежно закреплено и аккуратно смотреться вот итак мы пришили наш хвостик пока можно не смотреть на то что игрушка такая как бы еще пока тверденькая да я все равно всегда игрушки стираю и придаем нужно нужное положение и так далее далее идут бедра по крайней мере я всегда пришиваю в таком порядке потому что мне бедра пришить сложнее всего так они должны быть у нас зеркальными так сейчас секундочку вот так наверное будет лучше видно так так вот то есть скорее всего вот так значит бедра располагаются примерно по высоте на уровне хвостика верхняя часть я заколю хотя бы вверх-вниз а потом мы будем равнять возможно вы какой-то для себя более там удобный способ придумаете или у вас есть какой-то там специальный не специальный а фирменный лайфхак как пришивать детали зеркально симметрично у меня к сожалению нет у меня все на глаз то есть я примеряю смотрю по каким-то там местам убавок смотрю с разных ракурсов ой смотрю с разных ракурсах то есть может где-то повыше пониже сначала на две булавки закалываю а затем начинаю ровнять то есть примерно просчитываю количество петелек так скажем от этого места и таким вот образом выравниваю пока мне не понравится иногда бывает скажу честно я уже пришью эти ляшки х а потом распускаю какой-нибудь из них поэтому когда я пришиваю пока я не не убедилась то есть не пришила оба я не прячу хвостики потому что мало ли чего легче распустить хотя бывало что уже и спрячу потом искала распарывала всякое бывало но у меня вот такой в голове пунктик мне надо вот довести до того состояния как будет нравится мне то есть чтобы было для меня в моем понимании что было идеально тогда я смогу эту игрушку отпустить и если она на заказ да вот как этот котенок на неважно на заказ или в подарок я всегда делаю так чтобы мне очень нравилось самой так ну вот смотрим что было все симметрично подобные фото у меня есть знаете что и в самом мастер-классе то есть вот с этих ракурсов теперь вот вы можете посмотреть как я это делаю так так вот ножички к сожалению я не придумала как их вывязывать сразу то есть начиная уже от привязание тела да вот я так не могу придумать как у куэр карланд это получается у нас как-то немножко по-разному голова работает и наверное это тоже хорошо что все таки мы по-разному все делаем мастера да все у всех свои там фишки свои идеи вот иначе бы тогда не и так-то да многие уже идеи есть и очень трудно что-то новое придумать если мы еще будем думать одинаково и вязать одинаково то уже будет плагиат вот я к сожалению тоже так придумать не могу как у нее поэтому у меня все детали пришивные все детали пришивные и том числе ляшки ну что вроде бы ровненько сверху посмотрим сейчас я возьму пинцетик теперь я спрячу вот эти вот ниточки пока я не набиваю еще отдельно пляшечку пока только прячу то что есть хвостики и буду шить отдельной нитью так как обычно говорю я оставляю но в этом случае у меня одной пряжи не хватало поэтому я максимально тут короткие оставляла хвостики это ничего страшного ну вот даже уже видно да немножечко ляшки округлились то есть с разных ракурсах смотреть будет понятнее что запрягаем нашу иголочку так как обычно я вхожу где-нибудь сбоку начинать можно откуда удобно то есть когда у меня остаются хвостики я начинаю с того места откуда они остаются в данном случае начинаю отсюда и все и мы поехали также мы цепляем цепляем одну петелечку сверху можно тут получается снизу у нас между петелек можно за одну из стенок в зависимости как идет полотно так как у нас котик же не связан просто ровно да как то тут у нас и пришивается получается здесь у нас горизонтально тут будет вертикально да то есть исходя из этого мы цепляемся так чтобы было все красиво вот видите по уже уже получается что не видно прошивного края вся игрушка будет выглядеть цельно так тут у меня хвостик немножечко торчит знаю что очень многие набивают игрушку там какие-то узкие части палочкой деревянной или от суши или палочки которая для апельсиновой для отодвигания кутикулы для ногтей но мне вот больше всего нравится именно вот этот узенький пинцет кстати тоже у меня остался от ногтевого моего дела я когда-то увлекалась мне нужно было был такой пинцет подхватывать наклеечки так тут можно вот этот краешек пройтись то есть мы по кругу пришиваем наши бедрышки таким вот образом самое главное в начале хорошо закрепить булавочками иголочками чтобы было зафиксировано место нужно это я бывают как-то у меня взбивается и я потом перешиваю так что смотрите вот эту верхнюю часть можно пришивать по одной линии вот здесь у нас немножечко изменяется за счет животика здесь ровно идет поэтому можно ориентироваться по полосе петелек до по одной полосе петелек так теперь я немножечко приготовлю дополнителя сразу делю на 2 2 бедрышка по чуть-чуть ну вот так вот достаточно ну вот так вот так вот и до сих пор вот смотрите одну бедрышку у нас пришита так я пока не сживаю я просто пока выведу ну не завязываю узелком просто пока выведу сюда итак приступаем ко второму бедрышку я отсюда даже вот отсюда зайду и поедем также с другой стороны у нас получается так теперь когда мы будем пришивать тоже можно периодически сравнивать несмотря на то что мы закалывали все я все равно все проверяю смотрю чтобы у меня все было ровненько но знаете что я хочу сказать идеально ровно вязание сшивание каких-то там пришивание деталей наверное не получится и в принципе это даже неплохо все-таки это ручная работа какие-то небольшие такие вот детали неровности несимметрия там что-то это даже добавляет особенности я говорю ну не просто потому что да кто-то мои игрушки покупает потому что я сама покупала чужие игрушки и там любую с чужими игрушками я вижу какие-то несовершенства но это мне еще раз говорит о том что это ручная работа что человек в это вложился душой до руками там старались и для меня это нисколько не портит игрушку а наоборот ну вот я смотрю вижу какие-то мелкие детали да и думаю что не знаю мне приятно смотреть и думать что вот это блин это не мы не машина делала до этом мастер делал вот о чем она думала в тот момент как-то не знаю мне это вот как-то очень приятно мне это нравится предметы все-таки ручной работы это да предметы роскоши они не могут дешево стоить и они они должны быть да именно быть для души хотя и для какого-то например да пуф я заказала у девочки из архангельска рукодельницы пуф такой вязанный из полиэфирного шнура он ну я его подарила маме хотела себе на подарила маме она теперь с удовольствием на нем и сидит и ножки складывает когда у нее там устанут да и я очень этому рада да что это очень нужная вещь оказалась я как бы до маме для мамы так скажем подошло потому что я его хотела больше для красоты мне очень нравятся такие вещи давно смотрела и я представляла уже в своем в своей комнате в своем интерьере вот но как бы маме нужнее вот так что это ручная работа все равно у нее особая энергетика и я прям этим восхищаюсь так что так значит смотрим я всегда еще смотрю смотрю проверяю проверяю чтобы у нас все было ровненько так так еще раз кручу верчу запутать хочу тут наверно да мы сейчас пойдем будем так у меня уже ниточка чку надо подтянуть скачала так сейчас я еще проверю мне кажется это у меня ниже получается похоже надо будет все таки на полосочку повыше делать вот видите приходится иногда распускать поэтому поэтому всегда не по ходу пришивания парных деталей я смотрю по сто раз видите надо было пораньше немножечко посмотреть чтобы этого момента не допустить чтобы немножечко повыше буквально вот на 1 наверно на полосочку так нет на вот этот еще раз спустить все таки вот так вот перейдем сейчас проверим да пожалуй вот так вот будет лучше вот так вот и он все на чтобы у нас тут ровно и добавляем вот этот кусочек который мы оставляли для второго бедрышка заканчиваем и выводим вот сюда где мы начинали так теперь смотрим все ли нас устраивает не надо ничего переделывать так вроде бы все ровненько вот можно значит связывать узелочки прятать наши хвостики так 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 ну вот теперь можно приколоть просто пока все детальки я люблю так делать потом уже пришивать пришивать я начинаю с задних лапок они крепятся девочки еще хочу обратить внимание я уже как-то говорила что последнее время я вяжу задние лапки отдельно то есть когда мы вяжем бедрышкой и последнюю петлю мы оставляем и до добираем до 8 петель у нас получается 9 вяжем лапку то я просто закрываю и также из 9 петель вяжу эту лапку вот то есть последнее время я делаю так как то мне удобнее ничего такого критичного нет то есть если эти лапки у вас болтаются как у меня было по мастер-классу то вам еще проще я просто их еще фиксирую булавочками и фиксирую в двух местах ведь изначально у меня котик он задумывался именно вот как бы как вот такой лежачий то есть я увидела фото в инстаграме или в интернете я уже не помню маленького котенка который лежал лапками вверх и поэтому котенок получился такой формы это уже попозже я стала его там если посмотреть самые первые фото они именно вот такие позже я стала его уже всяко-разно фотографировать пришивать лапки вот этим чуть-чуть по-другому до чтобы он мог вот так лежать наоборот немножечко сбился то есть тут уже можно до включить немножечко фантазию и может как-то пришить еще по-другому хотя тут особо наверное выбора нет когда пришиваю передние лапки я как бы ровняю их вот так и смотрю чтобы они у меня были одинаково то есть тут наверное пониже чуть-чуть надо вот такой вот котеночек получается и ушечки ушечки у меня ушечки простите но люблю да сусюкать ушки у меня намерены такие маленькие я смотрела именно новорожденных котят фото и у них реально очень маленькие ушки поэтому и у моего котика ушки маленькие ушки я ориентируюсь на глаз то есть примерно вот так вот по одной линии внешний уголок и соответственно там второй вот такие ушки получаются когда они небольшие и немножечко так немножечко такие видите маленькие ушки немножечко по обоим сторонам низко расположены смотрится как-то очень мило на мой взгляд вообще видела девчата тоже экспериментирую там ушки можно и побольше связать лера вязала ушки побольше я тоже вязала побольше ушки по моему вот этому котенку который у меня был сделан индивидуальному заказу который был похож на рысь ему я тоже вязала ушки побольше там из пяти а 7 петель начинала там примерно то же самое получается они немножечко побольше тут еще знаете как бы от породы зависит мне если делают заказ в основном присылают фото я уже от него отталкиваюсь ну вот остальное также мы пришиваем по кругу так начинаем с задних лапок все детали абсолютно все вплоть до ушек и пришиваем матрасным швом только каждый раз то кручу верчу смотрю чтобы это было в данном случае до подходила как именно с какой стороны взяться как начать пришивать одни лапочки то есть начинаю с того же где у меня до нить выходит примерно с этого места я и начинаю потом повторно просто хожу туда вот видите вот таким вот образом это у меня получается за одну стенку я пришила так а теперь здесь видно из кадра не уходить теперь мы переходим на вот эту сторону здесь я пришиваю не здесь хотя да можно так чтоб плавки отгибались а где-то через 3 до петельки примерно и тут также хватаюсь чтобы лапки были именно прижаты все вот эти детали в мастер-классе очень трудно как-то описать и сфотографировать поэтому наверное мне надо было сразу видео но вы знаете многие мастер-классы которые вот я дай в самом начале делала начинала с них я просто в процессе уже какие-то фишки для себя узнавала да и практиковала то есть не сразу у меня то есть не сразу у меня были да много моментов которые применяю сейчас я их не изначально придумала а в процессе так ну вот смотрите одна лапка готова теперь вторую и видите она у нас вот так вот вы можете пришить строго по вот этой линии и она у вас будет больше болтаться мне нравится так потому что я его люблю именно либо чтобы он вот так лежал либо лежал на животе так не люблю вязать парные детали потому что они у меня всегда немножко разные получаются то есть вроде вяжешь друг за другом но получается так что одна у меня зачастую покороче или поплотнее получается лапка это все потому что парные детали мне так даются то я их не люблю вязать но за это я люблю не за это а я люблю стирку до влажно-тепловую обработку что когда мы постираем мы вполне себе можем придать очень удачное положение и игрушка высохнет так как нам надо и все так лапка у меня одна отвалилась то есть как вариант так смотри вот это у меня да прям вытянуть хочется лапочку сейчас связаны абсолютно одинаково если кому-то надо то напишите в директ и я вам скину как я вижу вот эти задние лапки отдельно так и выводим ниточки хвостик от первой лапки все задние лапки у нас пришиты также мы сейчас несколько узелков делаем и прячем наши хвостики так приступаем к верхним лапочкам все то же самое в общем принцип принцип тот же самый так и хвостик выводим куда-нибудь сюда например так смотрите у нас лапочка готова приступаем к другой так наверно с этой страны пойду чтобы в ту же сторону у нас было чтобы лапки не закрутились так 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 проверяем так уже походу я немножечко далековато пришло повыше сделать так так пока я не придумала удобную конструкцию чтобы мне было удобно и контролировать процесс глядя в экран что там фокус да например чтобы он никуда не девался и одновременно сам процесс что был удобен так что пока я не могу если у вас есть какие-нибудь лайфхаки как снимать и чтобы было удобно одновременно вязать я буду благодарна вот мне больше нравится вот видите ушла немножечко из кадра так останутся у нас только ушки ушки у меня двуцветные так как заказчик просила розовые хвостика розовые ушки розовый кончик моста но я решила что не совсем розовый белорозовый да все таки как бы цветку по нежней по естественней будет у меня остался двойная ниточка и раздвоенная это я оба дела по обоим сторонам ушка остались у меня такие еще не хвостики которые двойной я сейчас пришью это у нас получается за заднюю часть я пришиваю пушка вот таким вот образом теперь также я пришью вот это ушка второе все-таки котятки из мохера мне больше всего нравится еще мне есть давние хотелка желание связать сидячего котенка черно-белого или серого с белым все никак руки не доходят так 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 Продолжение следует... Так, вывожу сюда, к хвостику от первого ушка. И теперь у нас остались вот эти вот, сейчас я с обоих сторон. Вот таким вот образом. Вот, и с этой стороны. То есть я пришиваю матрасным швом, с одной стороны я полностью прошиваю, а строкой получается как бы еще разок фиксирую вот уголочки. Вот, выводим тоже сюда, чтобы нам связать эти уголки. И так же делаем второе наше ушко. Если хвостиков не так много, как у меня, то ничего страшного. Все это можно сделать абсолютно одной ниточкой, одним хвостиком. Просто так у меня получилось, что есть двойная тут пряжа, да, то, соответственно, я поэтому и все хвостики лишний раз закрепить можно. У меня почти всегда какая-то двойная нить идет, даже если это один цвет, да, так же как вот у меня белый тут две нити, да, то получается, что ушко лучше обвести с обоих сторон. Тогда оно будет симметричнее и такое, сейчас покажу. Ну, мне так больше нравится, оно такое более красивое получается. Хотя смотря какая пряжа, иногда можно совсем маленькие ушки. Вот, смотрите, наши ушки готовы, осталось спрятать хвостики. Вот такой вот котеночек. В общем, осталось его накупать. Все, всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok